Привет, друг! Ты зашел на этот ролик, потому что не можешь зайти в свой любимый GTA Online, или же Rage MP. Тебе очень повезло, что ты нашел этот ролик, так что присаживайся поудобнее, и я тебе сейчас помогу. А перед началом данного ролика, я хотел, чтобы каждый из вас поставил лайкос, чтобы этот ролик выбился в топы, и чтобы у игроков не было вопросов, как решать эту ошибку. И я вам сейчас все наглядно расскажу и покажу. Начнем с того, что решил я поиграть в Rage. Rage — это мультиплеер на базе GTA V, немного на Samp GTA San Andreas. Я захожу, меня крашат и на сервер не пускают. Я уже начал нервничать. Как всегда, захожу сначала в GTA Online, потом выхожу и спокойно захожу на сервер. Но когда я пытался зайти в GTA Online, мне тоже выбивало ошибку и кидало меня только в сюжетную линию. Справа вверху писалось, что такой-то и такой-то пользователь вошел в Social Club, а ниже в скобках писалось «Оффлайн режим». Я начал гуглить, что же это такое, и сейчас вам расскажу все способы решения данной проблемы. Самый легкий способ, который большинству поможет, это выключить роутер из розетки, минут плюс-минус на 20, включить и запустить игру. Если его зайдет, поздравляю, проблема решена. Можете спросить, в чем же проблема? Проблема в вашем IP-адресе. Некоторые провайдеры вам выдают динамические IP, в некоторых есть статические. То есть, если вы выключаете роутер, ваш IP освобождается, и под этим IP может зайти любой другой человек. Есть большая вероятность того, что этот человек может зайти с читами, почитерить, и Rockstar просто забанит его IP-адрес. И потом вы захотите зайти в игру, но вас не пустят из-за оффлайн режима. Если у вас динамические IP, то проблем не будет, потому что при каждом релоге МДМа, ваш IP будет меняться. Сразу не переживайте, проблема может быть и не в этом. Так что не надо не заводить сразу провайдерам и падать им на уши. Второй способ, чтобы просто узнать, забанили ли ваш IP Rockstar Games, просто зайти на их сайт. Ссылочка на него я оставлю в описании. Если у вас сайт грузится, все нормально, тогда эта проблема не в вашем IP. Если у вас сайт не грузится, проблема, скорее всего, в вашем IP. И давайте я добью еще двума способами, как все-таки выяснить, проблему в вашем IP или нет. Первое, раздать интернет с вашего телефона и попытаться зайти на сайт или на сервер. Если вас пустят, значит реально проблема в IP. Также можно скачать любой бесплатный VPN, который доступен на разных платформах. Очень популярный есть BroVPN, который бесплатный и с хорошей скоростью. Можете включить его и попытаться зайти на сервер. Если вас пустят, значит проблема все-таки была в IP. Но если вы не хотите париться каждый раз с VPN и прочей-прочей фигней, вы можете просто позвонить вашему провайдеру, если у вас статический, конечно, IP, и попросить его, чтобы они заменили вам IP. Итак, я уже запугал вас с этим IP. Там уже половина думает, наверное, это провайдер, что-то шалит укртелеком или прочая-прочая фигня. Я сразу вам хочу сказать, не переживайте, не пытайтесь сразу решить проблему. Посмотрите до конца все способы, а потом постепенно решайте. Второй способ это отключить Брандмаусер. Возможно, он блокирует сервера GTA 5. Просто заходим, отключаем в настройках и попытаемся зайти на сервер. Следующий способ решения данного вопроса это отключить антивирус. Возможно, антивирус блокирует какие-то ваши файлы, которые не может запустить GTA 5 онлайн. Хотя этого не должно быть, но попытаемся его просто отключить. Следующий способ это зайти в Steam, если у вас стимовская игра, или в Apeg, если у вас с Apeg игра. Нажать на три точки в Apeg возле игры, либо в Steam правой кнопкой мыши свойства, и зайти проверить целостность кэша. Когда игра проверится, она сама докачает нужные файлы, и вы можете попытаться зайти. Конечно, у кого хороший интернет, можно попытаться переустановить игру, но это вряд ли поможет, но некоторым все-таки помогает. Следующий способ это просто удалить Rockstar Launcher через устройство и программы, либо через CC Cleaner, удалить Rockstar Launcher, зайти на сайт и скачать последний Rockstar Launcher. Возможно, ошибка была в том, что установлен не последняя версия Rockstar Launcher, а он очень нестабильный, можно так сказать. И, возможно, этот способ решит ваши проблемы. Если вот эти все вышеперечисленные способы не помогли, слушаем далее. Следующий способ это зайти в документы и удалить папку Rockstar Games. В ней хранятся твои профили GTA V. Только после удаления, если ваш аккаунт не был синхронизирован с облаком, то весь прогресс по храждению игры будет утерян. Удаляем папочку, удаляем лаунчер, переустанавливаем и пытаемся зайти. Следующий способ очень часто бродить в интернете. Некоторым он помогает, некоторым нет. Мы просто заходим в папку с игрой, ищем текстовый документ Command Line. Если его нет, тогда создаем. В нем должно быть написано «-SC Online Only». Если у вас написано «-SC Offline Only», тогда меняем «off» на «on», после чего заходим в Steam, если у вас стимовская игра, или в Epic. Ставим в параметрах запуска «-SC Online Only», то же, что мы написали в документе. После чего перезапускаем компьютер и пытаемся зайти. К этому способу я прикрепляю вот такой вот скриншотик. Можете заскринить и поочередно выполнить те же действия. Следующий способ мне написали в поддержке Rockstar Games. Чтобы не быть многословным и не занимать много эфирного времени, я просто вставлю два скриншота, на которые расписано. Там нужно изменить порты вашего роутера. Возможно, проблема именно в нем. Честно сказать, этот способ я не проверял. Но все предыдущие проверял, и они мне не помогли. И последний способ, который мне помог, и скорее всего, если вы досмотрели этот ролик вот до этого момента, и все предыдущие способы вам не помогли, это единственный выход из этой ситуации. Я просто пошел и переустановил Windows. У меня стояла седьмая винда, я переустановил на десятую, но мне кажется, это роли не играет вообще никакой. Просто переустановить Windows, полностью стер все данные из всех дисков, возможно, какой-то вредоносный файл, и мешал запустить GTA 5 онлайн. После переустановки Windows, я просто скачал GTA 5, и спокойно зашел без никаких ошибок и прочего. Также хотел сказать, что внизу есть ссылочка на Rockstar Support. Если вам ни один способ не помог, пишите им. Они в течение 24 часов, но лично мне отписали за 3 часа, не игнорят и отписывают. Они пишут, что вам нужно делать. Также иногда просят, чтобы вы ему скинули некоторые файлы, и они проверяют их на целостность, и пишут, какие программы вам нужно удалить. Возможно, проблема будет именно в этом. Ролик, можно сказать, закончен. Я надеюсь, хотя бы один способ вам помог. Если это так, поставьте лайк, напишите в комментарии, какой именно вам способ помог, и подпишитесь на канал. Всем желаю хорошего дня, всем меньше крашев, и всем пока-пока.